Анри Матис. Хочется воскликнуть, когда видишь картины Анатолия Окаркова в первый раз. Такая ассоциация возникает не случайно. Работа написана в 70-80-х годах прошлого века, когда в художественном мире правили заказные работы, посвященные производству, а самобытные художники искали что-то яркое, свежее, драматичное. Ориентация на красочные картины французских авторов стали как глоток свежего воздуха. Несомненно, Анатолий Окарков восхищался Матисом, но подражанием это назвать нельзя. Через такое любование французской живописью он передает свой собственный индивидуальный мир. Тонкий, яркий, удивительно чувственный. Прожил все 50 лет, за которые умудрился создать потрясающе тонкое наследие живописи, графики, скульптуры. Вещи абсолютно музейного уровня. Они находятся в Третьяковской галерее, в Русском музее. И вот мы имеем такую возможность прикоснуться к этим шедеврам, только благодаря тому, что сын Анатолия Окаркова, Александр Анатольевич, он проникся любовью к нашей галерее, к нашему городу и сам приехал, привезя вот это частное собрание собственно семьи. Женские модели, пейзажи, натюрморты, портреты художников. Работы приятно удивляют своим разнообразием. Но графическими полотнами и живопись у коллекции не ограничивается. И здесь и скульптуры, отлитые из бронза. Они выполнены уже после смерти Анатолия Окаркова по его эскизам. Сама же экспозиция устроена таким образом, что зритель может познакомиться как с миниатюрными работами, так и с большими полотнами. Здесь своеобразный такой мираж. Воссоздан из образов теней, людей, природы. И если всматриваться в блики, то можно найти много интересных вещей. Каждый, так сказать, видит в этой картине что-то свое, от себя открывает что-то новое. Нечасто авторскую экскурсию по галерее предлагает сам сын художника Александр Окарков. Но гостям, которые пришли на открытие галереи, повезло. Сами же зрители отмечают, что неплохо было бы приводить иногородних авторов в Нижний Новгород почаще. Пришли с друзьями, с мамой. Очень нравится. И я считаю тоже, что всем нижегородцам необходимо оккультуриваться, посещать наши выставки, тем более в таких красивых исторических зданиях. Нужно развивать уровень культуры в нашем городе, нужно привозить авторов, нужно открывать новых авторов. И мы по возможности, конечно, посещая выставки, ходим в «Футура», в другие культурные заведения нашего города и стараемся отслеживать какие-то новости и новых авторов. Выставка Анатолий Окарков «Живопись, графика, скульптура» проходит по адресу Рождественская, 6, в галерее «Футура». Она будет открыта в течение всего месяца. Юлия Короткова, Ренат Бегбаев. Объективно. ННТВ. Ты знаешь, это безрывий ты человек, посетитель.